Уже более полумиллиарда лет в океане ведется борьба. Борьба за то, кто передаст свои гены следующему поколению. Охотники и жертвы? Пытаются превзойти друг друга в умении прятаться, маскировке и грубой силе. В океане никогда не прекращается битва за выживание. Чудеса океана. Охотник или жертва? Усатые киты – самые крупные животные в океане. Горбатые киты могут достигать 19 метров в длину и весить до 36 тонн. Их легко узнать по массивным плавникам. До 5 метров в длину. Это самые длинные конечности в животном мире. Хвостовой плавник кита достигает 5,5 метров в ширину. Горбатые киты вырастают до таких размеров, питаясь крошечными существами – крилем и мелкой стайной рыбой. Побережье Южной Аляски – обширная кормовая база китов. Аляска Киты – по большей части одиночки, но летом собираются в стаи. Их любимая пища – косяки питательной тихоокеанской сельди. Некоторые из этих разумных млекопитающих охотятся сообща. Они окружают стаю рыб, выпуская пузыри, чтобы согнать рыбу в одном месте. Затем их головы показываются на поверхности. Киты способны набирать в рот по 57 тысяч литров воды с рыбой. Чтобы процедить пищу, киты используют роговые пластины – так называемый китовый ус. Через 4-5 месяцев питания подобным образом, они накапливают достаточно жира для длительной миграции. Преодолев 4,5 тысячи километров, киты приплывут к Гавайям. Гавайи. Самки приплывают сюда, чтобы произвести на свет потомство. Теплая вода важна для новорожденных китов. Они появляются на свет без слоя подкожного жира. За матерями обычно всюду следуют самцы. Они сопровождают самок. Выжидают, пока те снова будут готовы к спариванию. Каждый ухажер сопровождает выбранную самку в течение дня. Но вокруг всегда много желающих занять освободившееся место. Напряжение провоцирует начало одной из самых впечатляющих брачных игр животного мира. Гон. Два десятка самцов неустанно следуют за одной самкой. Иногда несколько часов подряд. Они совершают маневры, запугивают друг друга. И не гнушаются грязных приемов. Завесы из пузырьков сбивают соперника в столку. Если ничто другое не помогает, киты пускают в ход открытую агрессию. Победитель этих жестоких схваток должен обладать недюжинной силой. Только тогда он сможет передать свои гены потомкам. Несмотря на свои размеры, кит – не единственный претендент на звание царя морей. Возможно, эти охотники и есть настоящие властители подводного царства. Акулы. Они пережили уже по меньшей мере 400 миллионов лет эволюции. Стайка молодых галапагосских акул лакомится останками новорожденного горбатого кита. Едва ли они сами его убили. Следы огромных зубов явно оставил кто-то другой. Возможно, кит умер по естественным причинам. А может быть, его убила белая акула, и она вернулась за добавкой. Взрослая белая акула – это две тонны мышц обтекаемой формы. И необычайно острые зубы. Три сотни зубов напоминают ножи для стейков с зазубринами. Идеальны для того, чтобы разрывать добычу на части. Акулы могут преодолевать расстояние в несколько тысяч километров, чтобы найти богатые пищеместа. Белые акулы частично теплокровны. Благодаря съеденному жиру морских млекопитающих температура мозга, мышц и внутренних органов акул выше, чем температура воды. Так что этот сильный хищник может похвастать отличным пищеварением. Белые акулы – основные охотники на одних из самых маленьких морских млекопитаний. Тех, что выживают в суровейших условиях. Они обитают у побережья Тихого океана, от Аляски до Калифорнии. Каланы Вместо передних ласт у них лапы. И кажется, что эти животные хуже приспособлены к жизни в океане. Тюленям необходимо периодически выбираться на сушу, а каланы могут постоянно находиться в воде. И даже производить потомство. Перепончатые задние лапы обеспечивают каланам скорость. В отличие от тюленей, у каланов нет жировой прослойки. Поэтому они не интересуют акул. Возможно, это объясняет, почему молодые белые акулы убивают каланов сотнями, но не едят их. Вероятно, хищники могут обознаться. Каланы сохраняют тепло благодаря самому теплому меху в царстве животных. На квадратный сантиметр приходится 150 тысяч волосков. Тщательный уход делает шерсть водонепроницаемой. Жизнь в этих холодных водах довольно энергозатратна. Поэтому каланы должны часто охотиться и ежедневно употреблять количество пищи, равное четверти их массы тела. Они тщательно обыскивают морское дно в поисках добычи устриц, моллюсков и крабов. Каланы 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 даже спят в воде, окружив себя водорослями, чтобы во сне их не унесло течением. Ламинария играет важную роль в жизни каланов. Во-первых, она защищает спящих каланов. А во-вторых, в их зарослях обитает множество созданий, которыми каланы не прочь полакомиться. Но царство каланов постоянно оказывается под угрозой со стороны вечно голодных налетчиков. Заклятый враг каланов совершенно бездумно поглощает ламинарию. Морской еж Эти ненасытные существа поедают стебли водорослей, в результате чего ламинарию сносят течением. Большая группа морских ежей уничтожает заросли ламинарии за считанные месяцы. У морских ежей отсутствует мозг, но они имеют эволюционное преимущество перед каланами в 400 миллионов лет. Их острые иглы способны прекрасно отражать атаки со стороны противника. Но наличие мозга у каланов является огромным преимуществом. Они подцепляют ежей с помощью длинных когтей и разламывают панцири. Каланы – важное звено пищевой цепочки. Употребляя в пищу морских ежей, они поддерживают баланс экосистемы зарослей ламинарии. Как и заросли ламинарии, мангровые леса – среда обитания для многих живых существ. В этом мире также властвует жестокий хищник. Грибнистый крокодил – самая крупная из рептилий, населяющих нашу планету. В отличие от теплокровных каланов, этим животным много еды не нужно. Крупные крокодилы могут употреблять в пищу практически что угодно, но предпочитают мелкую рыбу. Грибнистые крокодилы населяют обширные территории, включая остров Новая Гвинея. Местные среды обитания прекрасно подходят крокодилу. И мангровые леса, и подводные заросли. Как и морские млекопитающие, крокодилы эволюционировали на Земле до того, как переселиться в океан. И успели отлично адаптироваться. Их зрение прекрасно различает оттенки синего, преобладающие в морской воде. А железы на языке выделяют соль. Несмотря на то, что эти животные населяют Землю уже 80 миллионов лет, им все еще есть, чем нас удивить. Они продолжают захватывать океан и по сей день. Содержимое желудков показало, что грибнистые крокодилы действительно питаются океанической рыбой. Они преодолевают сотни километров, чтобы исследовать новые территории. Но как они это делают, было неизвестно. Им не хватает выносливости для длительных заплывов. Поэтому они инертно перемещаются вместе с попутным морским течением. Преимущество медленного обмена веществ – возможность обходиться без пищи долгие месяцы. При удачном стечении обстоятельств крокодил может находиться в открытом океане бесконечно долго. В тропических районах Тихого океана часто встречается еще одна рептилия-хищник. Морским змеям очень нравится теплая вода на мелководье рифов. Один из самых протяженных коралловых рифов окружает Новую Каледонию. Новая Каледония. Он окаймляет огромную лагуну, в которой обитают 15 видов морских змей. Например, желтогубые плоскохвосты. Они – дальние родственники очковых змей, решившие вернуться жить в море. По крайней мере, частично. У этих змей живот покрыт крупными чешуйками для легкого передвижения по суше. В ходе эволюции эта змея приобрела удобный для плавания хвост. Но она все равно проводит много времени на суше, отдыхая и переваривая свою любимую добычу – угрей. Проголодавшись, желтогубый плоскохвост возвращается в лагуну. В отличие от плоскохвостов, настоящие морские змеи никогда не выходят из воды. Сплюснутые тела помогают змеям с легкостью передвигаться в воде. Но в отличие от рыб, морские змеи должны всплывать на поверхность, чтобы подышать. Мелководная лагуна, изобилующая рыбой, идеальное место для хищников, не способных дышать под водой. Кольчатый черепахоголов заметно отличается от сородичей из-за необычной короткой головы. Окрас этих змей варьируется от контрастных полосок до равномерного, почти черного цвета. На чешуе темных змей более активно разрастаются водоросли. Толстый слой может снизить скорость змеи на 20%. Но это не важно, потому что эти змеи не охотятся на быстро плавающих рыб. Среди морских змей у этих очень слабый яд, в охоте он не поможет. Особые чешуйки, похожие на зубы – вот все, что нужно этому виду для поимки добычи. Змею интересует не сама рыба, а ее икра, которую здесь можно найти в изобилии круглый год. Большинство змей поглощает значительное количество пищи за один прием. Но черепаха голов предпочитает есть часто и понемногу. Из всех морских обитателей больше всего мы знаем о рыбах. Разнообразие их цветов, форм и размеров поражает. Древнейшие рыбы эволюционировали до того, как у животных появились движущиеся челюсти. Единственные ныне живущие представители этой группы – миксиновые. Они не являются позвоночными. У них есть череп, но позвоночник отсутствует. Миксиновые обитают в темных водах, и потому они практически слепы. Зато обладают тонким обонянием, которое они используют благодаря чувствительным щупальцам. Они скользят по морскому дну, выискивая падаль. Миксиновые составляют один процент от всех видов рыб. Остальные 99% рыб относятся к классу лучеперых. Рыбы-клоуны, крылатки и эта спешащая по песчаному дну летучая рыба. Все они имеют плавники из кожи, растянутые между плавниковыми лучами. Бородавчатая рыба-клоун подстерегает очередную добычу. Она весьма уверена в своей маскировке и даже не предпринимает попыток спрятаться. Этот прием называется агрессивная мимикрия, и он на удивление эффективен. Австралия Малайский архипелаг может похвастать самым большим разнообразием клоуновых. Малайский архипелаг. Эти рыбы родственники удильщиков, обитающих на глубине. Они ходят по дну на толстых плавниках и достают приманку, когда чувствуют голод. Каждый вид приспособился скрываться буквально у всех на виду. Одни изображают асцидии, другие части коралла. Один вид напоминает морских ежей. рыбок. Эта таитийская бородавчатая рыба-клоун слилась с морским дном. Она способна раскрывать рот до невероятных размеров, заглатывая добычу за несколько миллисекунд. рыбы-листы изображают плавающие по дну листья. Они даже раскачиваются из стороны в сторону вместе с течением. А эти, похожие на водоросли рыбы, вовсе не рыбы-листы, а рыбы-иглы, родственники морских коньков. Некоторые виды используют наросты на теле, чтобы сымитировать морские лилии. Карликовые морские коньки овладели этим мастерством в совершенстве. Пока они не начнут двигаться, их почти невозможно разглядеть среди кораллов. Эти чемпионы маскировки не превышают двух сантиметров в длину. Ученый, коллекционировавший кораллы, случайно открыл этот вид в конце 60-х. Родственный вид морской конек Денис так хорошо скрывался, что был открыт только в 2003-м. Мелкая рыба скрывается ради самосохранения, в то время как крупным хищным рыбам бояться нечего. Акулы подобны ядерному оружию, созданному эволюцией в борьбе за выживание. Пелагические акулы так же, как большие белые, мако и синие акулы, принадлежат к древней группе так называемых хрящевых рыб. Это первые позвоночные хищники. Хрящевые скелеты были легче костных, что означало, что акулы могли плавать быстрее и дальше, затрачивая меньше энергии. Тигровые акулы обитают во всех теплых океанах мира и могут проплывать сотни километров, но обычно возвращаются домой к обеду. Одна из групп считает своим домом Гавайские острова. Гавайи В 700 километрах к северо-западу от главного острова расположен крошечный островок Терн. Это место облюбовали для гнездования тысячи морских птиц, включая два вида альбатросов. Каждый год в июне и июле, когда птенцы готовятся покинуть гнезда, у берегов собираются гавайские тигровые акулы. Коварные хищники понимают, что будет дальше. Первые полеты, как правило, короткие и далеко не всегда успешные. Перед новой попыткой взлететь альбатросы отдыхают на воде. Но примерно 10% птиц не получают второго шанса. а кубы альбатросы так и как и и и и Акулы умны, но существа, особенно славящиеся своим интеллектом, принадлежат к еще более древнему семейству. Моллюски – вроде этой с виду неразумной улитки. 500 миллионов лет назад одна из групп моллюсков сумела развить совершенно невероятные для своего типа способности. В ходе эволюции они приобрели глаза, множественные конечности и мозг. Наиболее примитивные из видов до сих пор живут в глубинах океана. Расположенная к северу от Австралии Новая Гвинея граничит с межостровным морем Тихого океана – Коралловым. Оно известно своими разноцветными рифами, состоящими из сотен видов кораллов. Также здесь можно найти множество морских обитателей. За пределами рифа отвесная стена сменяется пропастью, где прячется самый древний вид головоногих. Наутилус Внутри спиралевидной ракушки расположены отсеки, которые наутилус заполняет газом или водой, чтобы всплывать и опускаться на дно, как подводная лодка. Ракушка защищает наутилуса от хищников, а также от давления воды на глубине. Наутилус Помпилиус – самый крупный из семи существующих видов моллюск, может достигать 25 сантиметров в диаметре. Но в доисторические времена в морях обитали 10 тысяч видов наутилуса, в том числе трехметровые гиганты. У примитивного глаза отсутствует хрусталик. Он работает как камера без объектива. Для охоты наутилусу важно обоняние. В этом ему помогают чувствительные щупальца. Но его мозг мал и примитивен по сравнению с головоногими, которые появились 100 миллионов лет назад, чтобы составить конкуренцию рыбам. Каракатицы считаются одними из самых умных среди беспозвоночных. Их прозвали морскими хамелеонами за необычайное умение маскироваться. И так же, как хамелеоны, они хватают добычу быстрее, чем это способен зафиксировать человеческий глаз. В мгновение ока каракатицы могут исчезнуть, слившись с окружающей обстановкой. Хитрый ход. Выросты на теле помогают им изменить даже текстуру. Каракатицы не всегда используют свои умения, чтобы спрятаться. Во время охоты они часто начинают мерцать, чтобы сбить свою жертву с толку. Этот краб беспомощно замер, и скоро его проглотят. То, что внешне напоминает язык, на самом деле два щупальца со специальными присосками на концах. Как и у всех головоногих, у них есть клюв, с помощью которого они справляются с самыми жесткими панцирями. Тихоокеанское побережье. На северо-западном побережье Тихого океана обитает еще один головоногий любитель крабов. Самый крупный в мире осьминог. Найти его можно как в приливных водах, так и на глубине 700 метров. У осьминога много врагов в природе, в том числе тюлени и акулы. Его главное оружие – умение спрятаться и слиться с окружающей средой. Недостающие конечности у осьминогов способны отрастать заново. Иногда охотятся на них, но они и сами – опасные хищники. Их любимое лакомство – крабы. Осьминог расправится с добычей у себя в логове. Его легко обнаружить по куче выброшенных снаружи панцирей предыдущих жертв. Все любят питаться ракообразными. Но с точки зрения эволюции они добились немалых успехов, пережив пять случаев массового вымирания. У них есть прочный наружный скелет, а также многофункциональные отростки. У этого веерного краба есть специальные отростки, чтобы процеживать воду и получать из нее пищу. Крабы выживают, надежно укрывшись среди актиний. У них есть много стратегий, помогающих им не стать чьим-нибудь ужином. Некоторые избегают встреч с хищником благодаря маскировке. Ежовый краб находит защиту, спрятавшись среди ядовитых игл огненного морского ежа. Но эти двое существуют не в симбиозе. Иногда краб-паразит повреждает панцирь своего защитника. А этот краб-носильщик буквально тащит ежа на собственных плечах. У краба есть особые задние ноги, благодаря которым он поднимает и удерживает своего колючего телохранителя. А у одного из самых необычных крабов есть огромное жуткого вида клешня. Возможно, самыми странными клешнями среди всех крабов обладает краб-скрипач. На одном только побережье Индонезии обитает целых 10 видов. Они настоящие специалисты по выживанию и выбираются из песка только во время отлива. Они вылезают из нор и просеивают песок в поисках пищи. Но 95% всего этого – земля. Поэтому крабы оставляют за собой комья грязи. Земля у самой воды наиболее богата питательными веществами. Сюда после каждого отлива устремляется множество крабов. Только у самцов есть большая клешня. Суть выживания заключается не только в умении выжить. Важно также передать свои гены будущему поколению. Крабы стараются привлечь самок, эффективно размахивая клешнями. А заодно запугивают соперников. Этот молодой краб надеется последовать за самкой в ее нору. Но самка на это не согласна. Она дождется более зрелого самца, который впечатлит ее клешней большего размера. Существуют еще более древние существа, чем членистоногие. С виду представители группы малообщего. Книдарии – это семейство кораллов, актиний и медуз. Миллионы крошечных полипов обитают в известняковом городе и представляют собой обычные коралловые рифы. Но некоторые полипы довольно крупные и способны самостоятельно перемещаться в воде. Это медузы. Медузы могут плавать в воде и двигаться вперед благодаря ритмичным сокращениям тела. Медуза-намура – один из самых крупных видов медуз. Только что появившаяся на свет медуза по размерам не превышает булавочную головку. Но всего лишь за год достигает почти двух метров в диаметре и может весить до двухсот килограммов. Этих мелких рыбешек она есть не собирается. Подобно тому, как рыбы-клоуны укрываются среди актиний, эти рыбки ищут защиты от крупных рыб, спрятавшись среди щупалец. Медуза вырастает до огромных размеров, питаясь планктоном. Она жалит и парализует своих жертв, прежде чем съесть их. На щупальцах под куполом взрослой медузы расположены сотни крошечных ротовых отверстий. Каждая шириной всего в миллиметр. Медузы находятся на передовой эволюции. Это первые существа с простейшей нервной системой и способностью контролировать движение. После полумиллиарда лет жизни на Земле их численность только увеличивается. Возможно, это делает удивительных морских обитателей мастерами по выживанию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok